Всем привет, с вами Алла и в этом видео мы будем стягать с вами заготовочку под джинсовую сумочку. Я взяла джинсовую ткань, я ее не дублировала, она достаточно плотная, мне это не нужно. А также у меня поролон 0,5, поролон мебельный, отлично держит форму, отлично шьет машинка и не сильно большая толщина. Итак, геометрические линии, чтобы мне простегать, мне нужен ориентир. У меня достаточно одной полосочки из малярного скотча, у меня она достаточно широкая, вот такая, 3 см. Ну, она может быть совсем тоненькая, может быть толстая, какая у меня была, такую взяла. Вот такая линейка для петчворка, я нашла угол 45 градусов, со срезом его вот так вот совместила и проложила эту линию. Итак, пошли к машинке, я буду выбирать строчку номер 18, вот так она выглядит, она есть во многих машинках, если у вас ее нет, ее можно заменить любой другой или же просто обычной строчкой. Я выбрала строчку, у меня в машинке максимальная длина стежка у нее 2,5, поэтому оставляю максимальную. Еще забыла сказать, сам поролон по машинке не скользит, поэтому я подкладываю любую, не нужна мне ткань, в данном случае это у меня просто подкладочная, она была с браком, в общем, любую, абсолютно любую ткань. Вот, я ориентируюсь на свой малярный скотч, опускаю и на вот эту, вот этот срез лапки, опускаю лапку, опускаю иглу. И поехали. Камера немножко трясется, вы меня очень извините, просто по-другому пока никак. Камера не трясется, только если совсем-совсем маленький ход. Я вам покажу сейчас, как я делала вторую, чтобы было все понятно. В конце я сделала точечную закрепку, скотч малярный мне уже больше не нужен, я его убираю. И теперь у меня уже стоит направитель, вот так вот он выглядит, он вставляется в адаптер вот сюда. И теперь я буду ориентироваться на него. Как это делать? Вот таким образом направитель опускается на эту строчку, опускается лапка. Направитель может во время шитья немножко подниматься вверх, просто при приопускайте его и все, и поехали. Когда я простегала в две стороны, получились вот такие вот квадратики или ромбики. Да, то есть у нас вершинка смотрит наверх, поэтому ромбик. Вообще это квадрат. У меня квадрат 2 сантиметра. Стегала я вот такими нитками. А теперь я буду простегивать на свободном ходу машины вот такими. Таким образом я создам тень. Но стегать я буду не все. Как я это буду делать? Один квадратик, к примеру вот этот, я оставляю таким, какой он есть. А вокруг него вот таким ромбом я простегаю мелким стиплингом. И таким образом я буду делать вот так, вот так, вот так. Ну и соответственно здесь. А на вот этих вот пустых между ними, мы, я еще конечно же посмотрю, но скорее всего я утоплю именно вот этот квадратик. А вот эти у меня останутся пустыми. Итак, пошли к машинке. Так, мы начинаем. Я опустила зубчики. Одела пружинную лапку. Кстати, я получила несколько вопросов. Что же там я за лапка? Вот такая у меня обычная пружинная лапка. Просто я откусила вперед вот этот просто щипцами и пилочкой подпилила. Потому что на ней обзор не очень. А вот когда вот так, мне все видно прекрасно. Итак, я начинаю с вот этого. Стегаю стиплингом вот так. Вот этот оставляю. Сначала я вынимаю иголочку наверх. У меня стоит иголочка сотка для кожи. Я ее очень полюбила. Придерживая ниточки, я начинаю. Главное не выходить за пределы линий. Это будет не сильно красиво. Я ее очень полюбил. Вот это будет нанит. Я цев � regularly печать. И еще не приятно. Работает требования. Я ее проработаю. Я ее очень полюбила. Я ее очищаю. Я ее очищаю. так теперь я простегала 3 сюда теперь сюда 2 так сейчас я достигаю вот эти и покажу а вот не знаю на плоховато видно давайте я доделаю потом я вам покажу как получается ну вот моя заготовочка готова как вам как по мне получился очень шикарный орнамент делается просто легко и как эффектно и красиво вот этот стиплинг он придал еще жесткости напоминаю что в моей заготовки джинса не дублированная поролон и просто обычная подкладочная ткань кстати вот так бы он смотрелся если бы я взяла контрастные нитки как по мне я действительно хотела вот этот вариант выделяется структурность то есть была обычная джинса получился вот такая вот красота картина маслом но на сегодня все пока-пока